Каких роботов производят в России? Производство каких роботов производят в России? Обзор рынка робототехники. Кто занимается производством роботов и какие есть перспективы у отрасли? На рынке робототехники выделяют два основных направления промышленное и сервисное. В России обе отрасли только формируются, но больший потенциал есть у производства сервисных роботов, считают аналитики Сбербанка и Национальной ассоциацией участников рынка робототехники, НАУР. Промышленная робототехника. Заходить на рынок промышленной робототехники надо с продуктом, который сможет существовать в условиях серьезных требований, говорит генеральный директор компании BitRobotics Святослав Стесин, создатель первого в России промышленного дельта робота. Речь не столько о программном обеспечении, сколько об инженерных решениях. В 2018 году в России было продано 860 промышленных роботов, на 147 больше, чем в 2017 году, только 5% из них отечественного производства. На 10 тысяч работников в России приходится всего 4 робота, в Европе 106, в США 91, в Азии 75. По информации НАУР, разработка промышленных роботов, как правило, дополнительный бизнес российских компаний. Роботов редко производят серийно. В основном это изготовление штучных экземпляров под заказ «Аркадем». С 2016 года казанская компания «Аркадем» поставляет промышленных роботов-манипуляторов на производство в Москве, Ростове-на-Дону, Рязани, Новосибирске. Популярные модели робот-свырщик, упаковщик, работник конвейера. Роботов производят в Казани и Новосибирске. Стоимость базовой комплектации от 900 тысяч рублей. В 2018 году «Аркадем» вместе с университетом Иннополис создал первого в России коллаборативного робота «Кабета». В отличие от обычного промышленного робота, он не может травмировать людей, которые работают на производстве. Сейчас компания ищет заказчиков на новый продукт. Битроботикс. Московская компания Битроботикс в 2014 году создала первого российского промышленного дельта-робота. Его используют в отраслях FMG – fast-moving consumer goods, товары повседневного спроса. Сейчас четыре таких робота работают на хлебозаводах «Простор» и «Черемушки» в Москве. В проработке у компании ряд проектов на рынках кондитерской, молочной и мясоперерабатывающей промышленности, бытовой химии, парфюмерии и косметики. Святослав Стесин – генеральный директор Битроботикс. Мы пока пионеры на российском рынке производства решений по автоматизации технологических процессов. FMCG – это процессинг, укладка и упаковка товаров при строгих требованиях к гигиеническому дизайну, непрерывной эксплуатации и высокой производительности. Мы сами пишем софт, проектируем и производим роботов, конвейерные системы, рамы. То есть внедряем уже готовое инженерное решение. Закупаем только общепромышленную автоматику, тачпады, пневматику, двигатели и периферию. Стартапов в нашем сегменте пока нет. Если они будут появляться, мы готовы их поддерживать и вкладывать в них соответствующие ресурсы имеются. На рынке товаров повседневного спроса большие предпосылки для замены человека роботами. Стоимость человеческого труда и затраты на его привлечение растут, а в регионах есть проблемы с кадрами. В июле 2019 года компания получила статус резидента особоэкономической зоны Технополис Москва и раунд в 2 миллиона долларов. По словам Стесина, серийное производство на территории Технопарка планируют запустить в марте 2020 года. Стартап Арипикс Роботикс Молодой игрок на рынке промышленной робототехники. С 2017 года компания выпускает шестиосевого робота-манипулятора. Арипикс А1 В ноябре 2018 года стартап привлек 500 тысяч долларов инвестиций и стал резидентом Технопарка Мазгармаш. На эти деньги Арипикс Роботикс планирует организовать серийное производство. Компания получила больше 40 предзаказов от заводов Амад Ти Мазкабель Иннотех Волжского шинного завода Стоимость Арипикс А1 2 миллиона рублей Сейчас компания производит трех роботов в месяц, а к началу 2020 года планирует увеличить этот показатель до 15 роботов. За планированная выручка к концу 2019 года 15-20 миллионов рублей в месяц. Сервисная робототехника Рынок мировой сервисной робототехники еще формируется и растет быстрее промышленной. По прогнозам экспертов, с 2019 по 2021 год продажи профессиональных сервисных роботов в мире ежегодно будут увеличиваться в среднем на 21%, и у России есть потенциал, чтобы занять долю рынка. В России нет единой системы учета компаний сервисной робототехники. По оценкам НОР, на этом рынке работают около сотни предприятий, но данные экспертам предоставляют только 10 из них. За 2017 год продажи этих 10 компаний выросли на 50% и составили 340 миллионов рублей. Самые прибыльные отрасли роботы для общественных пространств – 144 миллиона рублей, обучение – 108 миллионов рублей, медицина – 49 миллионов рублей. Дальше идут логистика – 19 миллионов рублей, и сельское хозяйство – 12 миллионов рублей. Около 20%, 303 работа, российских сервисных роботов в 2017 году ушли на экспорт. Стартап «Экзотлет» с 2016 года серийно производит и продает медицинские экзоскелеты для реабилитации людей, которые не могут ходить после травм или инсульта. Компания выпустила больше 100 экзоскелетов. Экзотлетов. Их купили 26 российских клиник. В 2018 году экзоскелет сертифицировали в Южной Корее. Тогда же «Экзотлет» привлек 5 миллионов долларов инвестиций от южнокорейской компании «Космо & Company Company». До конца 2019 года компания планирует выйти на рынки Европы, США и Японии. Новая разработка экзотлета «Экзотлет Бамбини» для реабилитации детей и подростков, которые не могут ходить. На этот проект компания получила 116,8 миллиона рублей из федерального бюджета. В 2020 году экзотлет планирует завершить испытание продукта, а в 2021 году начать продажи. Ассистенты. Промобот. И Вера. За 6 лет. Промобот. Превратился из студенческого стартапа в компанию, которая поставляет человекоподобных роботов в 35 стран. Роботы. Промобот. Умеют общаться, отвечать на вопросы, распознавать лица и эмоции. Они работают администраторами, хостес, музейными гидами, консультантами, консьержами в банках, бизнес-центрах, жилых комплексах, торговых центрах. Розничная цена. Промобот. В России около 1,2 миллиона рублей. Компания производит 18 роботов в месяц. Ежемесячный оборот превысил 26 миллионов рублей. В 2018 году Промобот подписала контракт на 5 лет с американской компанией Интелетроникс о продаже 2800 роботов. Эта сделка может принести компании до 56,7 миллиона долларов Олег Кивакурцев, сооснователь Промобот. Промобот входит в тройку ведущих мировых компаний-производителей роботов, которые используются в индустрии сервиса. В мировой рынок делят три компании, французская, японская, китайская и российская. В отличие от нас, конкуренты неприбыльные более 5 лет пытаются выйти на окупаемость. С 2015 года мы выпустили 4 версии робота, а наши коллеги по одной. С точки зрения продуктов сервисной робототехники Россия на 5 лет впереди остального мира. Но с точки зрения сбыта пока отстает. У России есть все, чтобы стать лидером в робототехнике, в том числе талантливые программисты, которые успели стать международным брендом. Тормозит развитие то, что робототехника, как любой инновационный бизнес, на первых этапах требует навыков продаж, маркетинга, продвижения, чем российские робототехники похвастаться не могут. РОНАВИ РОБОТИКС РОНАВИ РОБОТИКС Рынок логистической робототехники в России пока отсутствует. Но это означает, что есть огромный потенциал для роста этого сегмента. Чтобы предложить рынку качественный продукт по правильной цене, производителю складских роботов необходимо пройти три глобальных стадии, разработать прототипы, запустить серийное производство, снизить производственную себестоимость. РОНАВИ РОБОТИКС Единственная в России компания, которая запустила серийное производство в России и Нидерландах, то есть прошла вторую стадию, и вывела на российский рынок серийный продукт по конкурентной цене. Из мировых компаний в Россию зашел только один китайский стартап год назад, но коммерческих поставок пока не было. Существует также 3-4 российских стартапа, которые иногда показывают прототипы роботов на выставках. Первую партию роботов для европейского рынка мы произведем до конца 2019 года. Для нас это один из целевых рынков сбыта. Одно из конкурентных преимуществ РОНАВИ Цена. Российский робот стоит 30 тысяч долларов, а его аналоги на мировом рынке от 30 тысяч долларов до 70 тысяч долларов. Компания собирается снизить цену до 10 тысяч долларов, когда выйдет на производство в тысячу роботов в год. Беспилотники Skyf Созданный Казанской компанией ARDN Technology Беспилотник Skyf Первый в мире промышленный дрон, который поднимает грузы до 250 килограммов. Беспилотники могут выполнять разные задачи от сельскохозяйственных работ до тушения пожаров. Тестовые полеты грузовых дронов прошли в конце 2018 года. Компания уже заключила соглашение с партнерами из Саудовской Аравии, доставка запчастей для нефтегазового гиганта Saudi Aramco Вьетнама Перевозка грузов в порту, Японии Тушение пожаров в небоскребах и дроны-строители вместо подъемных кранов. В создание дронов инвесторовали более 640 миллионов рублей. Серийное производство дронов запланировано на 2020 год. В приоритете у Skyf Бизнес-модель оплаты летных часов. Но возможно и продажа аппаратов, стоимость которых составляет около 15 миллионов рублей за штуку. Компания запустила собственную блокчейн-платформу Skyf Chain И провела ICO На 5 миллионов долларов проект поддержали почти 8 тысяч инвесторов из 56 стран. Образование Трики-робо Олег Кивокурцев Сооснователь ProBot Мировой лидер на рынке образовательной робототехники датская компания LEGO Но она делает роботов только для детей младших классов. А для старших когда нужно изучать сенсоры, языки программирования есть российские компании Robo и Кибертех, обе находятся в Петербурге. С точки зрения качества продукции они самые успешные компании. С точки зрения объема производства входит в топ 100. Кибернетический конструктор Трик разработала петербургская компания Кибертех в 2014 году. В наборе есть все для сборки робота, который слышит, видит и разговаривает. В 2015 году Кибертех наладило серийное производство конструкторов и вышло наоборот в несколько миллионов рублей за три месяца. Тогда же начались зарубежные продажи во Францию, Сингапур, Китай, Германию. Сегодня роботы Трик используют более 500 учебных заведений в России и за границей. Их стоимость колеблется от 41 тысячи до 122 тысяч рублей. Компания Робо создает конструкторы, которые учат робототехники и программированию, и продает франшизы Робо Клуб. Общий объем вложений в оба проекта в компании оценивают примерно в 2 миллиона долларов. Наборы Робо, которые позволяют собрать робота и написать для него программу, купили около 50 школ в России и около 70 за рубежом, в Финляндии, Англии, США и Таиланде. Средний чек такой покупки 400-500 тысяч рублей. Также Робо продала более 90 франшиз.